Так, всем привет! Друзья, мы продолжаем наш обещанный эксперимент, когда мы сегодня уже приманили тигра, чтобы он подошел сюда, он очень хочет кусок мяса, ну, у него, конечно, игривое сейчас настроение, и первое, наверное, что хотелось бы показать, как тигр сейчас вообще-то, если он находится в спокойном состоянии, реагирует на куклу, все, как это правильно говорят, все трюки выполнены профессиональными каскадерами и безопасностью, и безопасность полностью сопротивляем для этого. Вот если мы сейчас возьмем их ближе к тигру, поднесем ребенка, он просто будет очень сильно интересен. Пацаны, когти, насколько когти выходят? Иди сюда, иди сюда. Вот насколько выходят сейчас когти у тигра, который просто, ну, по факту прислоняется к сетке. И он вообще, походу, не интересен. Хотя, мы сейчас, как предполагается, дадим кусочек мяса, засунем в руку, который полностью совпадает с... И почему-то мы сможем уметь сделать. Где-то капса грязная будет. И зажмем немного. И... Попробуем. Аккуратно. По-другому невозможно, но потому что я не хочу остаться, например, в санте сухи. Вот, ну... Когда... Вот, если вот тигра чувствует мясо, видишь? То есть он видит, что попадет, и понимает, что происходит, и не агрессирует, заметьте. Я не знаю, что будет дальше, но если что, я отпрыгнул, вы нету. Вот мы ему даем мясо. Как вы можете видеть, все. Ну, то есть, по факту, он... Ну, рука остается целой. Причем она зажата? Он не зажатой руки языком. Как можно было наблюдать на камеру, вынул кусочек мяса. Как, конечно, было в реалии, мало кому понятно, и был ли кусочек мяса, но, как говорится, все остается, как есть сейчас в уголовном деле. Мне больше всего нравилось, пока тебя не было, пока я тебя ждал, Сидор очень прикольно, когда он реагировал якобы на ребенка и очень высоко вставал. Да, они высоко, на 3 метра, вон. Так, молодец. Нигде их когтей заметь, нет? Никаких зубов вам просто не стоит. Вот у него есть мясная рука, и как такого тигра, простите, могла не заметить, ну, сорри, друзья, ну, прям совсем, простите. Поэтому, как-то так, вот такие вот в Тайгане экстремательные эксперименты, от которых немножко даже дрожат ноги, ну, потому что он дернет. Хотя, сколько есть видеороликов по поводу того, что люди кормили, ну, нарушая требования безопасности, тигры всегда очень аккуратно, ну, можно сказать, слизывали. Это еще раз одно доказательство, но чуть выше и зубы чуть дальше. И он не может зубами ухватить в клетки. И, заметь, когда мы снимали, клетка, ну, обогибалась совсем не сильно. Не сильно, да, хотя он на нее полностью облакасивался. У него килограмм 300, он на нее полностью надавливает передними лапами, и ничего такого прям не происходит. Ну, конечно, вылета небольшой есть, но это буквально там, мне кажется, меньше одного. Норма, по-моему, 5 миллиметров, вот этот люфт. Ну, то есть люфт, он есть, и от этого люка. Ну, извините, люфт, он не такой когда-то. Да. Здравствуйте, что вы хотите? Что? Еще, да? Вам скучно. Да? Вам скучно. Опа. Ему так надо оставить его, он будет не наше. Все. Чтобы люди просто это, знаете, в тайгане ходили и не понимали вообще, что тут происходит. С вами был канал Народное Слово, великая кукла Тайган. Артем за камерой. Все. Всем на связи, всем пока. Да, друзья, хотелось бы еще добавить то, что тигры еще не были кормлены, потому что мы специально ждали, чтобы их не кормили, это будет чуть позже. Вот он, наш главный герой видеоролика, который очень ласково берет, да? Мясо и вообще никаких проблем с этим абсолютно. Нет, а здесь в тайгане кипит жизнь. Сейчас я немножко вам похожу, поснимаю. И вот на самом деле у меня складывается впечатление, что все-таки это мясо, не мясо, то было, то не было. Ну, вы сами видели, какая реакция тигра. Заметьте, друзья, хищника, огромного хищника, самого опасного, одного из самых опасных хищников. Вот у него такая вот реакция на ребенка, у которого мясо в руке. А здесь мелкие, возрослеют, отдыхают. И я хочу тоже акцентировать момент на том, что рука, потому что мясо, филет только что было разделано, рука пропитана, вся она в таком, знаете, жирку. То есть чисто и инстинктивно тигр должен был схватить, по идее, руку. Но это можно было бы понять, если бы он был бы, например, голодный или еще что-либо с ним было бы. Но, как вы прекрасно видите, никаких абсолютно моментов какого-то, знаете, звериного, звериной агрессии нет. Да, ему интересно. Да, если, например, мы ставили, как вы видели, ребенка на, не ребенка, а куклу ребенка на перилы, он очень сильно интересуется. Так, мне кажется, каждое животное бы интересовалось. И он не выпускал когти, не делал никаких абсолютно резких движений. Простите меня, такую махину, как говорила Гнедина, заметить якобы было невозможно. Но это же вы сами понимаете, полнейший бред, который непонятно чем подкреплен. А вот еще один белый красавчик. Непонятно чем подкреплен, и как это происходило на самом деле, одной только Гнединой известно. Здесь уже осень, конечно. Но парк еще продолжает быть зеленым. Конечно, некоторые деревья уже скинули своих, так скажем, летние наряды. Ну, вот такая вот красивая аллея в парке Львов-Тайган. Огромное количество растительности. Дана там. Сейчас мы к Дане зайдем как раз. Дана разбирает сено. Дана. Вся укуталась. Канаты у нее здесь. Вот она себе сделала такое ложе. Кто там? Вот поэтому вот такие случаи бывают. Друзья, никогда не нарушайте технику безопасности. Не просто так придуманы любые ограждения где-либо. В парках, в зоопарках. Все, плохое сено. И поэтому, я помню раньше, вспомните, какой был раньше Тайган. Те же самые барьеры там в 2018 году, смотри, в 2016. Ты общался с животными напрямую. И не было никаких ситуаций. А здесь, хоть ты, я говорю, хоть поставь 10 метров. Вот такие вот. Даже вот в этих местах. Вот как раз у обезьян здесь обмотано колючей проволокой. И все равно человек берет и встает вот сюда наверх. и как минимум нарушает требования безопасности и подвергает опасности свою жизнь. Лесной человек. Правильно, да, на убирайся. А мы с вами, друзья, готовимся к суду. Не забывайте, что 27 числа в 9 утра Верховный суд Крыма. Дело Олега Зубкова. Будет рассмотрение. Прямой эфир также доступен на сайте олегзубков.инфо. На YouTube-канале Народное Слово. И на других каналах, кто хочет нас ретранслировать. Время идет. Время, конечно, очень сложно поймать сейчас. Но все-таки победа будет за львами, друзья. Как бы это не было бы очень долго и печально, и грустно. Но все, я надеюсь. Кстати, вот оповещение. Это оповещение после каждой песни. Зеленые насаждения, фрукты, цветы. Ходить и отдыхать на газонах. Для некоторых, к сожалению, там... Короче, друзья, все на связи. Вот так вот все прошло. Я рад, что все-таки мы постарались вас убедить и неверующих людей в том, что происходит вот именно все так. И здесь нет никакой постановы, склеек и так далее. Подписывайтесь на канал Человек Лев, Олег Зубков, Парк Лев, Статьяна Алексагиной, Зоопарк Сказка. Наш канал тоже не обходить стороной. Ставьте лайки, делитесь видео. Кто может помогать, помогайте. Все ссылки есть в описании. Все, на связи, друзья, на связи.